Коллеги, я предлагаю начинать. Давайте представлюсь. Меня зовут Кожевников Роман, я продакт-менеджер в компании Pimatico и занимаюсь товарным направлением гарнитуры для контакт-центров и офиса. Соответственно, об этом сегодня и поговорим. Мы занимаемся гарнитурами буквально недавно. Первая поставка пришла у нас на склад, и сегодня мы хотим вам сделать такой кратенький технический обзор о самом бренде и о продукции, которые мы поставляем. Значит, бренд VT был основан в 2005 году в городе Симынь, Китай. У компании есть своя производственная фабрика с общим числом сотрудников более 100 человек. Также данная компания одна из самых профессиональных производителей гарнитур для колл-центров и офисов в Азии. И в недавнем времени основным направлением бизнеса этой компании было производство UEM, UDM оборудования для таких компаний, как Ялинк и Сном. Давайте пойдем дальше. На слайдах вы видите фотографии из офиса компании. Соответственно, на следующем слайде можно посмотреть на радио-центр, в котором используется современное оборудование для разработки и тестирования новой продукции. Давайте пройдемся также коротко по сферам применения. Из основных сфер применения – это, конечно же, контакт-центры. Как вы видите на слайде, могут быть довольно-таки большие контакт-центры, сотрудники которых, соответственно, используют гарнитуры через софтфон, либо через стациональный телефон, и тем самым обеспечивают связь и консультацию клиентов. Также контакт-центры и офисы могут выглядеть немножко иначе. То есть здесь на слайде мы видим компанию, в которой все сотрудники являются мобильными сотрудниками, и здесь уже применяются не проводные гарнитуры, а, соответственно, беспроводные. Также из сфер применения – это обычные стандартные офисы, то есть офисные работники используют телефонные гарнитуры для переговоров, соответственно, с клиентами, для самообучения через интернет, либо для других нужд. Также очень часто гарнитуры используют топ-менеджеры. Они используют их, если им, соответственно, нужна мобильность. То есть если есть какой-то человек, которому постоянно приходится общаться с коллегами из разных департаментов, он просто одел гарнитуру и может в эфире реального времени переговаривать со своими коллегами и одновременно отдавать какую-то информацию клиентам или своим партнерам по какому-либо из вопросов. Также последняя сфера применения, которую мы хотели бы сегодня озвучить – это домашние применения. Беспроводные гарнитуры очень удобны для применения дома, для использования их также для звонков через Skype, при общении с родными и близкими и для проведения досуга, например, за компьютерными играми. Давайте пройдемся по продуктовой линейке. Младшая модель из проводных гарнитур – это у нас модель VT1000. Есть моноуральное и бинауральное исполнение. Сегодня у нас из образцов будет бинауральное исполнение гарнитуры. Также можно ее одевать как микрофон как налево, так и на правый ухо. Мне удобнее, соответственно, слева. Соответственно, сама гарнитура очень легкая. Ее очень удобно носить в течение продолжительного времени без каких-либо неприятных ощущений. Также из основных преимуществ у данной гарнитуры есть гибкий держатель микрофона, который может регулироваться практически в любую сторону. То есть на большинстве гарнитур этот держатель выполнен в виде штанги, которую нельзя отрегулировать во всех направлениях, как мы, например, можем посмотреть на беспроводной гарнитуре VT9500. То есть она вращается только по плоскости самого наушника. Также, как я уже упомянул, это самая бюджетная начальная модель. Цена на нее, наверное, одна из самых привлекательных на рынке. По поводу разъема, она идет напрямую на разъем RJ9, которая выглядит вот так, и, соответственно, подключается напрямую к телефону. Из особенностей, наверное, по модели VT1000 это все. Далее у нас модель VT5000. Она уже отличается наличием эффективного шумоподавления микрофона. Как видите, штанга здесь уже микрофона не поворачивает в все направления, она прямая, ее можно регулировать только в плоскости самого наушника. Также данная гарнитура оснащена разъемом QD для подключения в контакт-центрах. В комплекте к данной гарнитуре также идет переходник с QD на RJ. То есть данное устройство можно подключать как к телефону напрямую, так и через разъем QD к какому-либо софтфону, например. Также амбушюры данной гарнитуры выполнены из кожзаменителя, и гарантия данного устройства составляет, в отличие от модели VT1000, 24 месяца. Следующая модель гарнитуры, которую мы хотим вам сегодня представить из проводных, это модель VT6200. Данная гарнитура отличается уже... Видите, у меня эта модель манувральная. Данная гарнитура отличается наличием HD-звука, то есть здесь очень качественный звук, с помощью которого можно будет сделать все возможное, чтобы общение с клиентом было эффективным. Также амбушюры выполнены из кожзаменителя. Есть варианты по разъемам. Бывает гарнитура с прямым USB разъемом и с разъемом QD. Также к модели с разъемом QD прилагается переходник с QD на RJ. Как я уже говорил, он используется для подключения напрямую к телефону. И также, как и модель VT5000, гарнитура освещена эффективным шумоподавлением, который можно использовать, например, в шумных колл-центрах или офисах. Гарантия также составляет 24 месяца. Далее переходим к гарнитурам DECT. На сегодняшний момент есть всего три модели. Младшая модель называется VT9000. Она также отличается HD-звуком. Есть два варианта исполнения, одно или два уха. Модель освещена эффективным шумоподавлением, защитой органов слуха от каких-то резких звуков, чтобы не повредить слуховой аппарат оператора. Работает в режиме разговора до 8 часов и, соответственно, в режиме ожидания до 36 часов. Полный заряд батареи осуществляется до 3 часов. Также, как я уже упоминал, гарнитур работает по стандарту DECT. Дальность действия гарнитуры от базы составляет вне здания 150 метров, в здании порядка 30 метров. У меня в руках, соответственно, образец данной продукции. Это уже минауральное исполнение. Так выглядит гарнитура. И таким образом выглядит базовая станция, которая осуществляет передачу сигнала и зарядку самой гарнитуры. На самой базе есть также LED-индикация вызова, блокировки микрофона и состояние батареи. Вот. Данная модель разработана для использования с любым IP-телефоном. Гарантия на данную модель составляет также 24 месяца. Значит, следующая модель у нас VT9300. Отличается она от предыдущей только по сфере использования. Данная гарнитура используется только с компьютерами. То есть у нее в комплекте поставки будет шнур USB, через который можно подключиться к компьютеру и работать через компьютер. И последняя модель из линейки DECT-гарнитуры – это VT9400. Это уже универсальная модель. Она может работать и с компьютером, и с IP-телефоном. То есть в комплекте поставки есть и шнур подключения к телефону RJ9, и шнур подключения к компьютеру USB. Также по характеристикам это HD-звук, до 8 часов работы, радиус действия 150 метров вне здания и 30 метров, соответственно, в помещении. Абишуры из кожзаменителя и, соответственно, облегченная конструкция и LED-индикация. Все так же, как на предыдущих моделях DECT-гарнитур. Далее переходим к Bluetooth-гарнитурам. Сегодня у меня из образцов, чтобы показать модель VT9500. Так она выглядит база без гарнитуры. И так, соответственно, выглядит гарнитура. Гарнитура у нас манауральная. Перейдем к описанию самой модели. В Bluetooth-гарнитуре у нас также имеется HD-звук, также имеется шумоподавление, защита органов слуха по технологии SafeTone. В режиме разговора данная гарнитура может работать до 21 часа. Полный заряд батареи происходит менее чем за 3,5 часа. Радиус действия такой гарнитуры по стандарту Bluetooth соответствует 10 метрам. Также на самой гарнитуре, вы можете увидеть, что она периодически мигает, есть свет-индикация. Она говорит о том, что данная гарнитура готова к работе и является полностью заряженной гарнитурой. По подключению данная гарнитура отличается, можно выделить из способов подключения. Это подключение к компьютеру, у которого есть, соответственно, Bluetooth. Либо через донгл, если это стационарный, либо практически все ноутбуки сейчас оснащены Bluetooth-модулем. Это также может быть IP-телефон с поддержкой Bluetooth. Например, у нас есть модели ЯЛИП, в которых есть поддержка Bluetooth. То есть можно подключиться к данному телефону при помощи данной гарнитуры. И также можно подключиться, использовать данную гарнитурой вместе со своим смартфоном, в котором, как полагается, уже, наверное, по умолчанию есть Bluetooth. Также у данной гарнитуры альбушюры выполнены из кожзаменителя, и гарантия на нее составляет до 24 месяцев. И, наверное, последняя модель гарнитуры Bluetooth на сегодня – это WT9602. Данная гарнитура уже отличается радиусом действия от предыдущей. Если вы помните, 9500 радиус действия работы был до 10 метров, радиус действия гарнитуры 9602 составляет 30 метров. По особенностям здесь также есть HD-звук, эффективное шумоподавление, safe tone. Работает она 24 часа, 21 час, извиняюсь, в режиме разговора. Радиус действия, как я уже говорил, 30 метров, лета индикация. И, соответственно, можно использовать так же, как и предыдущую, с компьютером, телефоном, либо со смартфоном. Также из отличительных особенностей данной гарнитуры является наличие USB-порта, через которое можно заряжать какие-то мобильные устройства. Это может быть мобильный телефон, это может быть какой-то powerbank, либо плеер, который, соответственно, можно подзарядить через данную базовую станцию. Это уже, наверное, стандартный для беспроводных гарнитур. Амбушюры выполнены из корзинителя, и гарантия на нее составляет 12 месяцев. Также, помимо самих гарнитур, мы будем и уже поставляем различные аксессуары. Аксессуары нужны для того, чтобы варьировать способы подключения. Например, если у нас есть гарнитура, в данном случае модель WT6200, и у нас, соответственно, на одном конце QD, и нам нужно как-то подключиться к компьютеру, у которого есть только выход 3,5-й джек. В этом случае нам нужно будет просто взять и подключить данный переходник и использовать данный переходник и гарнитур для подключения через порт джек 3,5-й джек. Существуют различные вариации данных аксессуаров. Существуют переходники на USB, на джек 2,5-й джек, на RJ для различных производителей телефонов. То есть их ассортимент довольно широкий, поэтому, если будут какие-то вопросы, можете обращаться в нашу компанию. Мы всегда готовы вас проконсультировать, помочь выбрать правильный аксессуар для работы вашего, например, заказчика. Наверное, с моей стороны сегодня все. Контакты мои вы видите на своих экранах. Можете обращаться либо напрямую, либо через наш отдел продаж. Мы всегда готовы помочь вам в ваших проектах и в ваших запросах. Если у нас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Давайте подождем, может быть, будут интересные вопросы. Коллеги, ну, коль вопросов нет, вы всегда можете обратиться, как я уже говорил, либо в отдел продаж, либо мне напрямую, и задать ваши вопросы. Всегда рады вам помочь. На этом, я думаю, на сегодня мы можем завершить наш вебинар. Следите, пожалуйста, за нашими новостями. Спасибо.